Здравствуйте, я Юлия Савушкина. В ближайшие 20 минут все самое актуальное и интересное. И сейчас коротко о главном. День сотрудника органов внутренних дел. Как встретили свой профессиональный праздник тамбовские полицейские, расскажет Павел Юрасов. Сотрудники органов внутренних дел уже получили заочное поздравление от министра и высшего должностного лица Тамбовской области. Особенно отличившихся наградили неочередными званиями и даже именным оружием. Температура упала, значит настало время позаботиться о фонтанах. Как в Тамбове их укрывают на зиму, увидел Дмитрий Сергеев. Сейчас мы находимся в сквере Петрова и, как видите, тут фонтаны пока не консервировали. Они только ожидают своей очереди, как и многие другие, ведь всего и в городе 21. И ожидается, что все они будут готовы к зиме уже до конца следующей недели. Бесплатные консультации для самозанятых. Насколько эффективна такая помощь для малого бизнеса, выяснила Марина Корякина. Если у вас тоже есть маленький бизнес, то обратиться за консультацией вы можете по телефону, который сейчас видите на своем экране. Или оставить свой вопрос на сайте региональной торгово-промышленной палаты. Интеллектуальный ответ на большие вызовы дали молодые ученые Тамбовской области. Научный молодежный форсайт под таким названием прошел на площадке ТГУ имени Державина. О том, как там проектировали будущее, расскажем в нашем сюжете. Приветствуя участников форсайта, интеллектуальный ответ на большие вызовы временно исполняющей обязанности главы администрации области Максим Егоров отмечает Подходы к стратегическому развитию России меняются. Буквально накануне глава государства одобрил ряд важных решений в области планирования. Задача молодых ученых сегодня предложить то, что впоследствии может лечь в основу стратегического развития региона. Форсайт дословно с английского взгляд в будущее, предвидение. Сегодня это один из инструментов проектирования будущего. Лекторы Евгений Виноградов, представляющий проект «Атлас новых профессий» и руководитель лаборатории эволюции ноосферной острова Юрий Лешков помогут участникам форсайта ответить на вызовы современности. Форсайт на технологии имеет особенность, в отличие от других форм стратегии, чем те, кто участвуют, формируют этот образ будущего и сами его потом реализуют. И вот очень уникальная ситуация, когда именно молодежь и молодые ученые, сами говоря о будущем, по сути дела, будут реализовывать это будущее. В дальнейшем участники сформируют несколько проектных групп, которые будут работать по трем тематическим направлениям. Это социальная сфера, научные проекты в сфере АПК, а также новые технологии в промышленности. Павел Ерин из Мичуринского ГАУ представляет трек «АПК». Вместе с командой молодой человек готов предложить перспективные направления развития сельского хозяйства в Тамбовской области. Будущее, по его словам, за садоводством и овощеводством. Строительство современных автоматизированных теплиц, что называется, в тренде. Данные предприятия, если такие проекты будут реализованы, дадут очень хороший результат. Во-первых, это обеспечение круглый год продуктами питания, свежими продуктами питания, овощной продукцией. Во-вторых, параллельно с овощеводством, здесь, конечно же, важен вопрос еще сохранить продукцию. То есть, необходимо продумать вопрос создания области овощей и плодохранилища. По задумке, главным результатом «Форсайта» должны стать конкретные инициативы и проекты молодых ученых, направленные на развитие экономики и социальной сферы региона. Никто не думал в начале 20-го года, что придет пандемия и сделает определенные вызовы для всех. Для работы наших предприятий, для работы наших учебных людей, для работы науки. Действительно, жизнь поменялась, поменялась очень сильно. Это, наверное, самое главное направление, чтобы наши ребята, которые здесь присутствуют, в это сложное время нашли те точки протяжения, те точки или векторные направления, которые можно развиваться. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей. Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Полицейские Тамбовской области в этот день почтили память правоохранителей погибших при исполнении, а также принимали ведомственные награды из рук начальника регионального ОМВД. Подробнее в сюжете моего коллеги Павла Юрасова. Памятник солдатам правопорядка на Первомайской площади Тамбова установили 22 года назад. С тех пор ежегодно 10 ноября к нему возлагают цветы ветераны службы, руководители подразделений, офицеры. День сотрудников органов внутренних дел – праздник народный. Специалисты отмечают высокий уровень доверия тамбовчан к полиции. В нашей области этот показатель один из самых лучших в России – 77%. Спокойную криминогенную обстановку описывают и другие статистические данные. Раньше регистрировалось 24 тысячи преступлений, сегодня 11 765 преступлений. Разница есть или нет? Это вопросы, связанные с профилактикой, предупреждением преступлений. Если говорить, что в области раньше есть 204 умышленных убийств, а сейчас 22, разница есть или они все раскрыты. Сотрудники органов внутренних дел уже получили заочное поздравление от министра и высшего должностного лица Тамбовской области. Особенно отличившихся наградили неочередными званиями и даже именным оружием. Доверие граждан обеспечивают результаты работы всего коллектива тамбовской полиции. Так, раскрываемость по ряду преступлений составляет 100%. Это убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, разбои и изнасилования. Высшее руководство оценило и энергию молодых кадров, и неоценимый опыт старшего офицерского состава. Награда наградным оружием для офицера – это высшая награда. Я повторюсь, как вы сказали, я кадровый офицер. Волею судеб пришлось поменять свое предназначение и служить системе МВД. Я ни капли не жалею о том, что принял в свое время такое решение. В торжественной обстановке почетными грамотами, медалями и государственными наградами отметили лишь некоторых. Собраться вместе всему личному составу пока не дают коронавирусные ограничения. Хотя более 90% сотрудников регионального УМВД вакцинированы. Павел Ярасов, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей. В нашей области подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи среди осужденных. Жюри выбрали три лучших работы из более чем 20 представленных на конкурс. Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Тамбовской области, принимают участие в конкурсе живописцев с 2013 года. Традиционно работа осужденных украшают молитвенные комнаты в отрядах и становятся частью убранства храмов при колониях. Тематика самого конкурса год от года меняется. По четным годам у нас проходит конкурс картин, но в этом году, по нечетным годам у нас проходит конкурс православной иконописи «Канон». Соответственно, предоставляется по трем номинациям иконы. Территориальный орган – это храмовая икона, домовая икона и аналойная икона. Иконную доску все конкурсанты изготавливали в старинных традициях. Серьезно отнеслись и к выбору красок. Лучшие работы в каждой из номинаций представит наш регион на общероссийском этапе конкурса. В этом году таковыми признали две иконы с изображением Николая Чудотворца и спас нерукотворной кисти осужденного 4-й исправительной колонии. Сезон фонтанов завершился в октябре. А это значит, что пора консервировать их на зиму. Тем более, первые морозы уже дают о себе знать. К работе приступили специалисты городской дирекции благоустройства и озеленения. О том, как идет процесс, расскажет Дмитрий Сергеев. Весь теплый сезон фонтаны радовали глаз тамбовчан и гостей города. А теперь настало время позаботиться о них самих. Сейчас в кадре рабочие консервируют на зиму фонтан одуванчик, что украшает набережную недалеко от площади музыки. Кстати, в этом году его реконструировали. Заменили старое разрушенное покрытие на новое гранитное. Что до подготовки к зиме, одними лишь накрывными металлоконструкциями дело не ограничивается. Снимается оборудование, которое будет обслуживаться в дальнейшем, в зимний период. Накрываются те фонтаны, в которых оборудование остается частично. То есть, допустим, это трубы, с которых сливается вода, это насадки, которые не снимаются, чтобы защитить их от повреждений окружающей среды людей. Одуванчик стал уже третьим объектом, готовым встречать морозы. Ранее бригада законсервировала фонтаны у усадьбы Осеевых и около одного из торговых центров на Мичуринской. Сами тамбовчане эти украшения города любят и заботу о них оценивают высоко. Да нормально, вот в этом году плохо ремонтировали все лето, а так все хорошо. Они бесподобно работают на все сто. А как город за ними ухаживает? И город за ними ухаживает на все сто. Ну, все хорошо убирают, все сейчас убирают лучше, да. Ну, все хорошо, да. Сейчас мы находимся в сквере Петрова и, как видите, тут фонтаны пока не консервировали. Они только ожидают своей очереди, как и многие другие, ведь всего их в городе 21. И ожидается, что все они будут готовы к зиме уже до конца следующей недели. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. Тамбовская областная торгово-промышленная палата проводит бесплатные консультации для самозанятых. С правовыми, финансовыми и налоговыми вопросами тамбовчане могут обратиться в специальный центр. За год там получили поддержку более 150 предпринимателей. Наш корреспондент Марина Корякина узнала, насколько эффективна для малого бизнеса такая помощь. Больше года назад Тамбовщина присоединилась к числу регионов, в которых есть возможность стать самозанятым. Получить этот статус уже пожелали почти 8,5 тысяч предпринимателей области. Тех, кто ведет свое дело, выйти из тени мотивирует привлекательные условия. Самозанятые платят всего 4% налога за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями. А еще этот статус дает право платить отчисления только за те месяцы, когда был доход. К озвученным плюсам можно добавить информационную помощь, которую государство в лице торгово-промышленной палаты области оказывает всем, кто в таковой нуждается. Центр поддержки самозанятых, созданный в августе прошлого года, всегда готов ответить на самые горячие вопросы. Вопросы очень разные, начиная от простейших, как зарегистрировать приложение, какой там расчетный счет должен быть, как отчитываться перед налоговой и так далее, заканчивая вопросами более сложными. И по продвижению, по выстраиванию отношений с юридическими лицами, как правильно договора оформлять. То есть самозанятые заинтересованы в соответствии с законом выстроить грамотно свою деятельность, чтобы не попасть ни под какие штрафные санкции. Больше всего самозанятых Тамбовской области зарегистрировано в сфере услуг. Они занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, а также работают в индустрии красоты. Последнюю нишу не так давно решила занять Оксана Плотникова. К маникюрному искусству ее тянуло с детства. В 16 лет Оксана окончила курсы ногтевого сервиса, но посчитала, что это несерьезная профессия. И пошла учиться дальше. А получив два высших образования, поняла, что больше не хочет расставаться с Пилкой. В какой-то момент я работала с мамой. И когда я поняла, что эта деятельность приносит мне стабильный доход, когда она поставила меня на ноги, научила самостоятельности, и я могла поддерживать определенный уровень не только себе, но и своей семье, я переоценила это дело. И вот я проснулась 30 апреля, и я решила, что мне срочно нужен какой-то свой отдельный уголок, где я буду только одна хозяйничать. Оксана быстро отыскала помещение для студии, сделала ремонт и без особых проблем освоила приложение «Мой налог», чтобы зарегистрироваться как самозанятая. Теперь мастер ногтевого сервиса продвигает свои услуги в социальных сетях и ломает голову над тем, как делать это эффективнее. У меня возникла потребность, и я обратилась в торгово-промышленную палату. Мне предложили там консультации по СММ-продвижению, и сейчас вот я нахожусь в ожидании, на следующей неделе как раз-таки я пойду на консультацию. Девушка мне предложила очень удобное для меня время, мы с ней согласовали, узнала сфер моей деятельности. К примеру, Оксаны за то время, что существует центр поддержки самозанятых, последовало около 150 человек. Если у вас тоже есть маленький бизнес, то обратиться за консультацией вы можете по телефону, который сейчас видите на своем экране, или оставить свой вопрос на сайте региональной торгово-промышленной палаты. Марина Корякина, Олег Осипов, Евгений Мещеряков, Область новостей. На сегодня это все новости. Смотрите, смотрите и читайте нас на сайте tvtombov.ru и в социальных сетях. Хороших вам новостей и до встречи!